Только птиц и детей голоса, в мире счастья пусть злятся годами, а в войне скажем нет, навсегда мы. Решительное нет врагу сказал Смоленск в самом начале войны. Два месяца ожесточенных боев, оккупация, лагеря. Этот город и его жители видели многое. Именно он остановил фашистов и разрушил планы Гитлера с ходу взять Москву. Словно вечный огонь эстафета «Салют Победе» хранит память о великом подвиге. Эти мероприятия, они, конечно, направлены на то, чтобы у следующего поколения, у тех, кто сейчас живет, школьников, да может быть постарше, и душа откладывалась, вот именно эта великая цена, эта огромная слава, победе в Великой Отечественной войне. Поэтому я всегда радуюсь, когда эти мероприятия проходят достойно. Впервые эстафету «Салют Победе» принял культурно-досуговый центр Ваксинина. Самый маленький в Ершовском теруправлении он поразил гостеприимством. Творческие коллективы, в том числе школьные, театральные студии, подготовили патриотическую программу. В каждое выступление вложили душу. В этом году у нас появился новый коллектив «Живы традиции Руси», вот эти прекрасные голоса девушек, да, девочки учатся в Гнесинке. Это вот очень радостно, когда молодежь, вот они настолько, они какие-то настоящие, вот эта культура, народность. Эти качества воспитываются с детства, уверена Анна. Эстафета «Салют Победе» рассказывает детям и подросткам о Великой Отечественной войне в течение всего года. Дает им возможность самим погрузиться в историю. Я стараюсь, как художный руководитель, как руководитель детских коллективов, я стараюсь, чтобы дети понимали то, что мы чувствовали в детстве. Потому что раньше для нас каждый год все устраивалось военно-патриотически. Я, например, училась в школе в Москве 37-й гвардейской стрелковой дивизии. Ветеранов тогда было в моем детстве вот 40-50 человек. И это было очень торжественно. Я помню, что вы носили знамя. А сейчас дети это не видят практически. И очень важно, чтобы и школы, и дома культуры вместе в тандеме работали. И патриотизм, конечно, чтобы у нас вот процветал. Символы эстафеты жители села Аксинина торжественно передали в территориальное управление Никольское. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».